Страшно. Думаешь, либо бросать работу и бежать, и смотреть, ребенок твой вообще добрался до дома или нет. Для жителей Солонцов едва ли не каждый красный автомобиль теперь сигнал о потенциальной опасности. Родители сообщают, на ярком авто в поселке разъезжает мужчина с сомнительными намерениями. Первый маячок был где-то в начале, где-то 12 числа сентября. То есть, как бы девочка вот именно испугалась, что шла к подружке. Ну, то есть, как это все в группе было описано. И мужчина хотел ее именно засадить к себе в машину. Она испугалась и забежала в этот ФОК. Буквально через месяц опять эта ситуация всплыла. Якобы опять эта же машина, этот же мужчина пытается уже возле школы, возле школьной остановки, именно уже как бы в жесткой такой форме, либо как-то грубо, как это все писали, что пытается посадить кого-то из детей к себе в машину. Ну, поэтому мы вот чисто вот напуганы и не знаем, как детей дальше отпускать вообще. Точные приметы мужчины неизвестны. Оно и неудивительно. Испуганные дети детали запомнить не в состоянии. Домой прибегают в слезах. Она пошла гулять с разрешения родителей, пошла к подружке. По каждому моему ребенку со школы. И в пятницу через десять, как она ушла, прибежала домой обратно. Пуганная, испуганная вся в слезах. Сказала, что какая-то машина остановилась уже не ее. И дядя попросил ее проехаться. И подвезти ее попросил. Она испугалась, просто вернулась обратно и прибежала. Сейчас известно как минимум о шести случаях, когда мужчина настойчиво предлагал детям сесть в машину. Он караулит детей у физкультурно-оздоровительного комплекса и музыкальной школы. Ну, а последний случай произошел накануне возле единственной общеобразовательной школы в Солонцах. Информация появилась в родительских чатах. Я его стояла возле детского сада, ждала машину, разогревала. И он ко мне подбегает, весь в страхе. И сказал, мам, сейчас возле школы стоит красная машина. Мне дяденька злобно так говорит, иди сюда, садись в машину. Хорошо, что девочка с папой, говорит, шли. И он в другую сторону говорит, пошел, я быстрее к тебе бежать. Сейчас родители сами патрулируют улицы. Говорят, надежды на правоохранителей нет. У участкового уже несколько заявлений, но безрезультатно. На месте сотрудника мы сегодня не обнаружили. По телефону он сообщил, что проверяет информацию. Тем временем дежурят родители и около школы. Кто может, привозят детей и забирает обратно. Да, конечно, и просят родители других детей, что забрали по возможности, подвезли. То есть доверяют. Довозишь, а что сделаешь? Бывало такие случаи, что даже здесь на территории школы, грубо говоря, парковки, случаи происходили. Некоторые родители обвиняют в бездействии и администрацию школы. Однако там заявляют, что делают все возможное, чтобы отследить потенциального злоумышленника. Камера у нас внешняя только одна. И мы отсматриваем вот в эту камеру. Мы отсматриваем, как дети идут в наш школьный автобус, потому что у нас дети на подвозе. Мы видим, как дети садятся в автобус, как дети отъезжают. То есть от школы. Вот это мы все видим. Всю площадь охватить эта камера не может. То есть эта камера охватывает только лестницу до остановки и угол остановочного пункта. Вот все, что мы видим на этой камере, мы каждый день изучаем, смотрим внимательно. Ничего подозрительного в камерах на сегодняшний момент мы не увидели. Сегодня в Солонцовскую школу нагрянули сотрудники уголовного розыска. Теперь они изучают видео с уличных камер и опрашивают возможных очевидцев. Правоохранители добавляют, 24 ноября они получили аналогичное сообщение о происшествии на одной из остановок микрорайона Нанджуль-Солнечный. Там тоже проводят проверку. Светлана Чернушевич, Сергей Кашин, Новости ТВК.